Перед нами обычная Toyota Camry 2016 года выпуска. Сегодня мы на ней будем менять передние фары. Потому что старые фары, оригинальные, уже пришли в негодность. Я их полировал, что только не делал, светят плохо. Даже менял лампочки на ледовские. Вот такой вот комплект новых фар приобрел за 180 долларов на Амазоне. Самый главный нюанс, внутри здесь линза. А здесь просто была обычная галогенка. Как они будут устанавливаться? Посмотрим, придется снимать бампер. Для этого нам потребуется инструмент. И вперед подкатим машину, чтобы было повыше и удобнее. Потихонечку сейчас подъедет машина. Вот, потихонечку, потихонечку. Все, то что надо. Открываем капот. Кстати, в старых Toyota самый кайф. Вот эти вот подставочки на капот есть. А на новых, 2025 года, палка металлическая. Ну, что нужно делать? Короче, все вот эти клипсы, все сейчас снимаем. И дальше съемка идет самого бампера. Потому что без этого никак не получится. Здесь тоже много клипс. Ну, возможно, все по-любому, эти клипсы пластиковые будут сломаны. Но, аккуратно, самое главное, в этом деле снимать пластиковые клипсы. Я простой отверточкой каждую снял. Дальше продолжаем работу. Чем аккуратнее это делать, тем меньше нужно будет новых клипсов. Самое главное, вот таким вот на 10 головкой здесь нужно открутить болт. Все делаем аккуратно, не спеша. Можно сэкономить достаточно денег. Если делать самостоятельно. Самое главное, лучше два раза перепроверьте. Все шурупчики, болтики, все откручивайте аккуратненько. Потому что потом их придется закручивать в пластик обратно. А если вы сломаете пластик или болтики эти, бампер будет вот так болтыхаться и не будет крепко сидеть. Ну, а мы продолжаем. Самый главный есть нюанс. При снятии сейчас бампера снизу, вот здесь есть туманки. На них тоже идут провода обработки. Главное снять аккуратно или отключить туманки, чтобы не сорвать. Ну, вот так вот потихонечку закрепим сейчас бампера. Вот смотри, вот здесь вот крепление от тумана, можно их порвать, вот. Но нужно делать аккуратно и аккуратненько их снимать. На этой машине пробег 50 тысяч мили. Смотрите, какой радиатор. Почти в идеальном состоянии. Нету никаких мошек, шмошек. Эту машину радиатор здесь никогда не менялся. Снизу чуть-чуть есть какой-то пластик. Ну, короче, тачка вообще в классном, отличном состоянии. Но фары, смотрите, ужасный вид. Поэтому по-любому нужно было ставить новые. Фара крепится на четырех болтах. Один вот здесь сбоку, сверху, вот здесь сверху. И вот тут секреточка, самый главный, не прозевать его. Тоже аккуратненько откручиваем. Потом открутим питание и все. И будем ставить новую фару. Все, теперь фара аккуратненько снимается. И вот здесь, смотрите, вот это все питание, все нужно отключать. Вот здесь OLED-овская старая фара, лампочка. Аккуратненько все отключаем и ставим новую. Процесс легкий, ребята. Не надо ехать в дилерскую, не надо просить тому какого-то электрика за кучу денег. Все можно сделать самостоятельно. Я вам советую. Просто по этой инструкции. Что левая фара, что правая фара одинаково снимаются. Так что продолжаем. Демонтирую две фары и устанавливаю новые. Смотрите, есть один нюанс. Новая фара, старая фара. Новая фара за 180 долларов, которая куплена на Амазоне. Без лампочек, без ничего. Удаляем все вот эти заглушечки. И ставим старые лампочки. У кого, конечно, есть кайф, могут покупать новые лампочки. Но в данной ситуации просто меняем лампочки. Лампочки сами руками здесь ни в коем случае не трогаем. Потому что она сгорит, если вы будете трогать. В самой новой фаре мы будем использовать самую старую лампочку. До этого здесь стояли лампочки за 100 долларов. H11 летовские. Будут слепить всех. Ну, главное, чтобы мы хорошо видели. Снимаем пленочку с этой ласточки. Я первый, кто снял пленку и устанавливаем в эту малышку. Но самое главное, не забывайте. Питание подключаете первым. Вот здесь не забудьте. Без него он не будет работать. А если его не подключите, кайфа особого нету. Заново все разбирать и устанавливать. Конечно же, фары не оригинал. Made in China. Произведено в Китае. Но надежда на то, что она будет прекрасно работать, существует. Устанавливаем. Лампочки со старой переставляем. Не забываем. Теперь, ребята, самое главное, перед тем, как вообще все будете собирать и закручивать, сядет пусть кто-то в машину, включит ближний свет, дальний свет, проверит. Потому что будет очень обидно, если вы все соберете, а где-то что-то не подключили. Вот он, ближний свет работает. Теперь дальний. О, отлично. Габариты дальние все работают. Конечно, светят на вид шикарно. Посмотрим, как будет в дороге. Когда все проверили, собираем. Не забывайте в туманке установить вот этот провод. Покажи вот здесь. Вот этот провод поставить, потому что потом большую работу придется делать, чтобы опять подключить этот кабель. Не забудьте. Самый главный нюанс, если вы аккуратно снимете все пластиковые запчасти, болтики, ничего не слежите, не будете спешить. Ну, конечно, если они у вас не заржавели, вы по зимним районам ездите. Вы также аккуратно все соберете. Не нужно будет покупать даже пластиковые одноразовые клипсы. Можно будет использовать старые. Вот эта часть бампера держится на вот такой вот хренюшечке маленькой. Качество китайское. Фу, японское. Ну все, все готово. По времени заняло час. Теперь машина выезжает и говорим ей пока-пока. А денег сэкономлено порядка 500 долларов. А фары выбросить? Да, да, я выкину их. Мы, ребята, их восстановим и еще продадите. Умудримся еще пару суточек на них заработать. Видео, как я их восстановлю, я тоже сниму и вам покажу. Умудримся. 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 Продолжение следует...